Мы с вами знаем, что вычисления в функциональных языках представляют собой процесс редукции. Редукция происходит до тех пор, пока внутри выражения, которое мы редуцируем, сохраняются редексы. Однако в конце, в итоге, мы получаем некоторое выражение, которое редексов не содержит. Для таких выражений вводят специальный термин. Говорят, что эти выражения находятся в нормальной форме. Нормальная форма означает, что наше выражение дошло до окончательного результата, и в нем никаких вычислений больше провести нельзя. Однако в Хаскеле есть полезная промежуточная концепция. Это понятие так называемой слабой головной нормальной формы. По-английски weak head normal form. Иногда еще на русский язык его переводят как слабая заголовочная нормальная форма. Что же это за слабая головная нормальная форма? Давайте посмотрим на примеры нормальных форм и выражения, которые не являются нормальными формами. Итак, перед нами три примера выражений, которые находятся в нормальной форме. Первый пример очень простой. Это просто число. Естественно, что никаких дальнейших вычислений здесь провести невозможно, поэтому это нормальная форма. Вторая нормальная форма – это конструктор пары, примененный к двум значениям 3 и 4, записанный в миксфиксной форме. Это тоже нормальная форма, потому что никаких дальнейших вычислений здесь провести нельзя. Однако про нормальную форму говорят не только, когда у нас результатом вычислений является некоторое конечное значение. Третий пример нормальной формы показывает нам, что функции тоже могут находиться в нормальной форме. В нашем случае мы имеем анонимную или лямбда функцию, в которой тоже невозможно произвести никаких дополнительных вычислений. Хотя вывести на терминал такую функцию невозможно, тем не менее это тоже пример выражения, находящийся в нормальной форме. Просто потому, что здесь нет редексов, которые мы могли бы вычислить. Я напомню, что оператор плюс мы рассматриваем как встроенный, поэтому его можно вычислять только тогда, когда вычислены все его аргументы. Теперь давайте перейдем к примеру выражений, которые не находятся в нормальной форме. Перед нами несколько таких примеров. Первый пример выражения, которые не находятся в нормальной форме – это строковое выражение. Мы помним, что это оператор конкатенации списков, строки в Хаскеле рассматриваются как списки, поэтому это оператор конкатенации строк, он может быть применен, эта функция. Мы можем совершить подстановку определения этого оператора и провести некоторые вычисления. Таким образом, здесь имеется редекс, и это выражение не является нормальной формой. Аналогичным образом, если мы посмотрим на вот это выражение, оно тоже не является нормальной формой. π – это некоторое значение, которое можно разделить на 2, получить какое-то число и потом вызвать синус. То есть у нас здесь имеется редекса, и поэтому мы говорим, что это выражение не находится в нормальной форме. Третий пример – это функция, которая находится в нормальной форме, но примененная к какому-то значению. Поскольку здесь можно выполнить редукцию, а именно подставить вместо Х пятерку и получить 5 плюс 2, а потом еще одну редукцию выполнить и получить результат 7, это выражение не находится в нормальной форме. Ну и, наконец, последний пример выражения – это конструктор пары, примененный к значению и к некоторому выражению, которое внутри себя не находится в нормальной форме. Единица плюс 5. Ясно, что здесь опять есть редекс, и опять возможно выполнить редукцию. Что же такое слабая заголовочная нормальная форма? К слабой заголовочной нормальной форме относятся выражения, которые находятся в одном из трех следующих видах. Во-первых, это любая лямбда-абстракция. Первый пример, который мы видим, это как раз лямбда-абстракция. Хотя это не нормальная форма, потому что здесь присутствует редекс, некоторое вычисление, которое может быть произведено. Тем не менее, когда это вычисление находится, как говорят, за барьером лямбда-абстракции, то есть внутри тела лямбда-функции, то мы говорим, что это слабая заголовочная нормальная форма. Второй способ задать слабую заголовочную нормальную форму, второй барьер – это конструктор данных. В данном случае применяется конструктор данных пары, но также мы можем использовать любой другой конструктор данных, скажем, конструктор данных списка или конструктор данных кортежа с большим количеством элементов. Хотя, опять же, здесь выражение не находится в нормальной форме, потому что вычисления могут быть произведены, но, тем не менее, барьер конструктора данных является достаточным для того, чтобы слабая заголовочная нормальная форма была достигнута. Конструктор данных может быть частично применен. Такой синтаксис, конечно, не является аккуратным синтаксисом языка Хаскель, поэтому лучше записать это частичное применение вот в таком вот виде. То есть у нас конструктор данных пары требует двух аргументов, но в него передается только один аргумент. Опять же, здесь у нас есть незавершенное вычисление, имеется редекс, но частично примененный конструктор данных тоже является слабой заголовочной нормальной формой. И, наконец, последняя ситуация, когда у нас есть слабая заголовочная нормальная форма, это частично примененная встроенная функция. Здесь у нас вычисления могут быть произведены, но поскольку эта функция, во-первых, встроенная, а во-вторых, частично примененная, то такая конструкция, такое выражение тоже объявляется находящимся в слабой заголовочной нормальной форме. Если бы у нас здесь стояла не встроенная функция, а какая-то функция, которую мы сами определяем, тело, которое нам известно, то мы могли бы произвести частичные редукции, произвести применение этой функции, то есть функция, написанная нами, примененная к какому-то выражению, не находится в слабой заголовочной нормальной форме. Конечно, выражения, которые находятся в нормальной форме, они в то же самое время находятся в слабой заголовочной нормальной форме. Понятие слабой заголовочной нормальной формы расширяет понятие нормальной формы, это больше класс выражений, которые, однако, покрывают все выражения, которые в нормальной форме находятся. Во многих ситуациях вычисления в Хаскеле останавливаются на слабой заголовочной нормальной форме, не доводя их до конца, до нормальной формы. Такого рода остановка как раз позволяет в Хаскеле сделать функции еще более определенными в случае расходимости.